Всем мурмяу, мои котятки! С вами Флэфи Китти, и мы с вами продолжаем прохождение игры рождественской истории Щелкунчик. Продолжаем спасать наших прекрасных Щелкунчика и принцессу Мари. Итак, всем приятного просмотра! Продолжите! Итак, в последний раз, мои дорогие котятки, мы с вами остановились вот в этом месте, как вы помните, мы здесь сражались с големом, вот его остатки, вот здесь вот мы с вами видим на полу. Мы взяли с вами такой замечательный молот, который у нас порхал в воздухе, собрали его, привинтив винтиками золотыми, и разрушили этого голема. Получили тем самым два гравитационных камня. Не знаю, не знаю пока для чего нам это нужно, но явно где-то мы это будем использовать. На этом мы с вами остановились, и я сказала, будем продолжать прохождение в следующем видео. Вот, собственно, следующее видео и началось. Так, давайте все здесь рассматривать, все здесь углядывать. Так, ну первонаперво, да, видим какую-то статую. Думаю, если я вставлю некий предмет, что-то произойдет. Нужно что-то такой же формы, как это углубление. У меня, кстати, есть такой предмет. Давайте я вам напомню, что вообще у меня есть в инвентаре. У меня есть мистер свеча, у меня есть мистер котенок, у меня есть сам щелкунчик. Вот такая вот плитка, пятиугольный амулет, кстати, подходит под разъем на этой колонии. Есть вязальная спица, два гравитационных камня, вот такая вот часть амулета и кусочек руды. Не знаю, куда все это нам нужно будет применять, но пятиугольный амулет явно подходит сюда, котятки. Вау! Мы что-то открыли, котята? Уверена, это связано с фонтанами в храме. Я должна их исправить. Нужна сообразительность, чтобы исправить все фонтаны. Какие фонтаны? Вот эти, что ли, которые вылезли? Я, в принципе, вижу, да, два фонтана уже теперь слева и еще вон там вот справа. Но я пока к ним еще не подходила, чтобы их разглядеть. Давайте подойдем, посмотрим. Насадка фонтана засорилась. И здесь же мы нашли какой-то круглый ключ. Нужно чем-то прочистить, чтобы фонтан заработал снова, может быть, спицей. Прекрасно, котятки. Первый фонтанчик мы починили. Так, дальше. Вау! А тут? А тут у нас с вами прорвало трубу, скажем так. Неразумно так тратить воду. Нужно починить трубу. Ну, я вообще, я, конечно, не знаю, как устроены фонтаны, мои дорогие котятки, но мне кажется, у них по принципу, ну, как, замкнутой системы. То есть, например, фонтан поступает вода, вода из фонтана выливается куда-то в какой-то резервуар и опять оттуда же набирается. Ну, иначе фонтаны вообще неразумно не тратят нашу воду. Так, ладно, понятно, здесь у нас ломана труба. Так, что еще здесь есть? Так, здесь мы приближаемся к колонне. Ой, кстати, посмотрите, на заднем фоне у нас огромная статуя кошечки. Как мне это нравится. Так, здесь что у нас? О, боже, какая-то кислота. Ой, это кислота. Но она мне пригодится. Ничего себе, светящаяся жидкость. Нужно взять немного с собой. Да не во что мне ее зачерпнуть. Так, ну, здесь вот вижу фонтанчик. Так, ну, здесь очевидно, что не хватает шестеренки. Кстати, это что такое? Какой-то прозрачный, посмотрите, этот пятиугольник. Пока не исправишь, не заработает. Починить, это значит найти пропавшие шестеренки. Хорошо, запомнили. Так, ну, получается, что здесь, на этой локации все. Больше нам здесь делать нечего, потому что починить трубу мне нечем. От слова совсем. Шестеренки у меня нет. Сюда мне нужна рукоятка. Здесь мы что-то должны будем расплавить. Так, тогда что мне нужно делать? Ну-ка, карта, помоги мне. Так, куда могу двигаться-то? Я уже забыла, котята. Так, вот здесь что-то мы еще можем сделать. Ну-ка. Может быть, вот сюда вставить круглый ключ. Ключ. Отлично. Так, что нам это дало? Камни на этой картине выглядят очень знакомо. Камни, очевидно, что это символизирует. Что уже соответствует этим камням? А я не знаю, что соответствует этим камням, котятки. Честное слово. А, гравитационные камни? Серьезно, нам еще нужно три камня найти? Вот это поворот. Если бы я знала, где котята. Вау, 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 вау. Посмотрите, я с помощью этой книги активировала, ну, давайте так назовем, летающие куски пола или крыши. То есть у нас же эта часть дома развалилась. Но с помощью гравитационных камней мы их подняли на поверхность. И теперь мы что-то видим на этих камнях. Даже сантехник не смог бы отвинчить трубу голыми руками. Ну-ка, а тут что? Вау. А тут как раз мне и дали разводной ключ. Ну-ка. Теперь-то я смогу открутить. Да. Теперь я смогла открутить. И, соответственно, теперь я смогу заменить трубу у одного из фонтанов. Правильно я понимаю, котятки? Вот здесь у нас, по-моему, да, сломана труба. Ну-ка. Отлично. Нам с вами дали еще один гравитационный камень. Так, давайте-ка посмотрим, что этот гравитационный камень нам с вами даст на этот раз. Я так понимаю, сейчас еще одна глыба поднимется снизу, да? Так. Что здесь? Ручка защищена хорошо, но у меня есть друг с мечом. О-о-о. Это щелкунчик, который сейчас обрежет эту веревку. Мы получим рукоятку. Рукоятку вставим в наконечник кирки. Мы получим полноценную кирку и пойдем громить все, что есть в этой игре со значком красненьким таком, да, где нужно применять кирку. Так, ну давайте. У меня есть мысль, что нам еще гвоздик понадобится. Потому что просто так вставить, ну, скажем так, рукоять в наконечник смысла нет. Он наконечник просто-напросто слетит. Ну, может быть, как-то здесь разработчики посчитали иначе? Да. Болтик нам не понадобился. Ну что ж, давайте. Давайте громить все, что видим вот с таким вот символом, котятки. Так, мы получили яйцо дракона. А я знаю, куда яйцо дракона применить. Это здесь недалеко, так что сразу давайте применим. Так, отлично. Нам дали какой-то цилиндр. Каменную шестеренку. Интересно, что мы будем делать с этой шестеренкой? Так, помню, значок был в псарне. Так, получили каменную шестеренку номер два. Неужели это все для фонтана, котятки? Так, подождите-ка, а здесь что у нас? То есть расширить отверстие чем? Тоже киркой? Нет, это явно не киркой. Ну, это прямо точно не киркой делается. Так, и еще у нас с вами было место помеченное специально. Вот здесь вот на полу в домике. Что-то мне подсказывает, что такая фигурка где-то была. Теперь нужен какой-то причудливый ключ. У меня есть половинка. У меня есть половинка, но второй половинки нет. Так, а почему у меня камин подсвечивается? Я не могу открутить ее руками. Ааа, мне еще отвертка, да, специальная нужна. Особой формы, скажем так, головки. То есть есть у нас ключи там, например, крестообразные, есть плоские ключи, есть ключи на 10, на 12. А здесь какой-то вот особенный ключ, котятки. Просто так ничего у нас с вами не получится. Так, а зачем я сюда иду? Зачем я иду сюда, когда мне нужно идти к фонтанам? Ведь там нам нужны были шестеренки. По крайней мере, одна точно, но мне дали две. Вот не знаю зачем. Вот одна точно нужна шестеренка. Видимо, и эта шестеренка нужна. Так, прекрасно. А что мне все это дало? О-о-о-о! Этот фонтан открыл нишу в основании вот этой колонны и дал мне еще один гравитационный камень. О-о-о, слушайте, как круто, котятки. Так, ну давайте. Может, теперь нам дадут вот эту необычную, скажем так, отвертку? Так, что здесь? Так, вторая часть эмулета. Шестигранник как раз-таки нам дали, котятки. Что это? Так странно. Да, это, мне кажется, какая-то шкатулка, что ли. Вы знаете, наверное, вот эта вот крышечка открывается и внутри что-то прячется. Знаете, как в Скайриме, да, у нас с вами были конвекторы. Вот это похоже на конвектор как раз-таки. Так, ну что я вам могу сказать? Мне дали шестигранник. Наверное, теперь с помощью этого шестигранника я смогу уже вот такие вот болтики откручивать. Да, получила золотую чешуйку и красную чешуйку. Нам не применять-то эти чешуйки. Пока что мыслей никаких нет. Так, где еще нам нужен был шестигранник? Вот здесь вот нужен был шестигранник. Мы должны были открутить воронку. Воронку, я так думаю, мы наберем, наверное, кислоту с вами. Но для чего? Не, непонятно. Нет, я уверена, есть лучший метод. Нет, значит, с помощью воронки что-то где-то будем мы заливать. Наверное, кислоту куда-то как раз-таки. Ну что ж, значит, давайте откроем вот этот вот сундучок. Все, мы получили последний гравитационный камень. И теперь уже получим что-то последнее, скажем так. Последний камень, последнее получим. Ну, масло масляное, котятки, извиняюсь. Ну и что здесь? А мы вперед можем пройти? Вообще, так ее почетно тащат в этой клетке, котятки. Да, ее куда-то тащат. Венчаться, наверное, тащат с крысиным королем. Свадьбу будут устраивать крысиную. Ага, вот отсюда чешуйки, видимо, у нас. Но нам, скорее всего, с вами и дали. Вот у нас уже по одной чешуйке есть точно. Так, что, где, здесь, давайте все смотрим. О, кстати, куколку вижу. Так, давайте, давайте будем все разглядывать, все рассматривать. Кто-то срезал ему нос на морде. Ну, так ему и надо. Ну, так ему и надо, нам-то плохо, у нас же нет такой фигурки. А вот ему кто-то вырвал сердце. Нет, у меня тоже такое, ничего подобного. Слушай, что такое? Камни не двигаются с места, как будто их что-то держат. Может, какой-то механизм? Одна плитка заморожена. Но я знаю, как растопить лед. С помощью свечи? Так. Не думаю, что кто-то будет изображать животных на камнях ради развлечения. Должно быть, это ключ к чему-то. Скорпион, паук и змея. А что мне это дает? Пока что мне это ничего не дает, котятки. Из чешуи дракон без защиты. Но у меня только пока по одной чешуйке, так что смысла в этом никакого нет. Зато у меня появился клин. И теперь мы сможем расширить отверстие вот там вот в опоре деревянной, да, и достать еще какой-то элемент. Так, ладно. Ладно, хорошо. Запомнили. Идем доставать. Что у меня подсвечивается? А, ну здесь, да, здесь мне вот эта штучка вот нужна. Последнее деление. Я пока что его не нашла. Да и там вот тоже, где книжный шкаф, у нас с вами тоже есть головоломка с книжками связанная. Так, ну что ж, давайте клином. Эта вещь плотно застряла в древесине. А чем ударить-то? Сточком угля нет. Что, кот поможет? Щелкунчик. Чем ударить-то мне? Нет. Что, если расширить отверстие? Эта вещь плотно застряла в древесине. А чем я могу ударить? Ну-ка, совет. Используйте шестигрянный ключ, чтобы отвинтить нижнюю часть таблички на двери в библиотеку. Возьмите треугольный штырь. А, я совсем забыла, что да, у нас же еще с вами одно место есть. Вот оно, где нужно открутить, ну как, я не знаю, болт получается. И мы получили треугольные штифты один из двух. И что мне это дает? Абсолютно не понимаю, что мне это дает. Понятно, что форму вот сюда мы с вами разместим. И даже что-то будем сюда заливать. А что, где, куда и зачем, почему, я не знаю. Что мы получим-то по итогу? Ой-ой, я обожглась. А, ну да, нужно охладить, действительно. Мы получили шестигранник. А где нам нужен был шестигранник? Ну-ка, совет. Поместите шестигранник в выемку на большом камне, на парящем острове, на втором даже библиотеке. И еще раз. Поместите выемку на большом... А, во, в конвектор. Все, поняла, котятки. А, нет, это не конвектор. Это специальное устройство, которое создало нам форму. Форму снежинки. И теперь мы сможем восстановить вот этому дракончику его носик. Отлично. Получили второй треугольный штифт. Ну, что это дает? Бочонок кажется пустым. Думаю, кто-то может использовать его в качестве места для хранения чего-нибудь. Думаю, ключом можно открыть крышку бочонка. Может быть и можно, но у меня мыслей-то нет никаких. Ставьте треугольный штыр в механизм замка на двери в кухню. Кухню. Это нам так далеко нужно вернуться. Ой, божечки, кошечки. Так это было в самом-самом-самом начале. Я уже и забыла про это вообще абсолютно, что у нас существовала еще какая-то неоткрытая дверь, мои дорогие котятки. О, боги. Конечно, это так давно было, милые мои. Выглядит как-то не так. Это должно быть ключ к тайному ходу. Так, что-то выкрутить можем. Так, и что? Нет соединяющих шестеренок. Так у меня их тоже нет. Так, это что такое? Это выглядит неправильно. Как обычно, некоторые части отсутствуют. Да, вижу. Здесь мы, скорее всего, это у нас и будет очередная головоломка. Здесь мы будем собирать эти рисунки по уголкам. То есть сюда мы должны будем собрать всех фиолетовых единорогов, сюда всех красных львов, сюда всех голубых рыб, а сюда всех желтых птиц. У нас с вами такая головоломка попадалась мне, по-моему, в кладбище искупления. В принципе, или не в кладбище искупления. Вот прям вот в какой-то из последних игр, или в Дома озера, или в Сердце тьмы. А, по-моему, в Сердце тьмы, да, попадалась, кстати, мне эта головоломка. Я не могу сказать, что она очень легко решается, но и не сложно. Это подземелье действительно выглядит как лаборатория сумасшедшего ученого. Происходят какие-то электрические разряды, котятки. Кстати, куклу вижу. Так, а здесь, на этой лестнице, не было куклы у нас? А вот она, кстати, кукла. Отлично, отлично. Так, ну что ж, давайте все смотреть, все поднимать. Так, здесь что? Я не могу дотянуться до клетки, но я точно знаю, кто может. Кто кошка? А как он, по стенам будет ходить? По стенам? Апф, так и я могла сделать. Что мне мешало закинуть крюк? Это форма черепа, нужно найти подобный предмет. Хорошо. Клетка сильно наэлектролизована, да, я понимаю. Я не могу дойти ближе, здесь все под напряжением. Мне придется отключить электричество, чтобы подойти к решетке. А где отключается электричество? Ооо, эти мыши создают электричество. Вот это да. Никогда не видела ничего подобного. Крысы трутся об катушку и производят электроэнергии. Нужно сделать короткое замыкание. Ах, если подумать, лучше не трогать. Я получу разряд. А у нее ничего не может он, да, никак? Нет. Да, мышки шерсткой своей создают электрическое поле. Это вообще, кстати, прикольная мысль. Так, что, давайте, куда, что, где, зачем, почему. Так, эту плитку точно вот сюда. Ну, это однозначно, просто по-другому и быть не может. Мне дали топор. Что делать с помощью топора? Я пока что не пойму, котятки. Что-то место до сих пор, кстати, подсвечивается. А, потому что здесь зеленые камни были. А куда мне зеленые камни, топор? Для чего вообще? А, топором может ударить по клинушку, котятки? Топором может быть ударить по клинушку в псарне? Может такой вариант сработать? Да. Что? Что такое? Откуда упала? Амулет змея? Шестерня? И куда мне все это? Так, ну-ка, давайте погуляем, посмотрим, куда мне все это надо использовать. Здесь пропасть. Здесь первый этаж библиотеки. Нет, ну на первом этаже библиотеки нам точно нечего делать. Сюда я могу поместить только три чешуйки. Сюда мне еще одной чешуйки недостаточно. Сюда может быть амулет змеи? Ага. Мы на этой плитке, на каждой, должны будем расставить свой соответствующий амулет. Сюда амулет скорпиона, сюда амулет паука. Ну хорошо, допустим, я запомнила. Так, здесь у нас вообще какой-то кружочек тоже с крестом. Так, ну-ка, карта. Так, что еще мне нужно сделать? Здесь мне нечего делать, у меня нету никаких предметов для этого. Так, здесь может быть что-то где-то. Так, здесь что? Совет. Используйте зеленые камни, чтобы открыть сундучок на книжной полке в библиотеке. Да, я помню, у нас там на книжной полке еще осталось, да, не завершенный. И кассовый аппарат. Вот она, книжная полочка. Так, что мы получили? Часть сердца. Нет, я очень счастлива, что мы получили часть сердца. А где вторую-то мне часть сердца при всем при этом искать? Шестерня. Где-то же была нужна шестерня, нет, котятки? Или я ошибаюсь? Нет, не здесь. И не здесь. Так, ну-ка, совет. Исправьте секретный факельный механизм на стене лестничной клетки. Используй шестерню. Вот, я же вам говорю. Где-то же была шестерня нам нужна. Это я помню точно. Но забыла, что факел. Факел же у нас с вами какой-то секретный проход якобы открывает. Так, идем в подземелье. Вот оно, подземелье. А вот здесь вот как раз-таки секретный механизм какой-то. Так, дальше. Вау, какая-то потайная дверца. Наконец, Аргус преуспел. Это стоило ему дорого. Но результат оправдывал все страдания и потери. Он мог превращать свинец в чистое золото. Он издевался на теме, кто усомнился в его гениальности. Однако вещество было нестабильным и весьма действенным. Одна капля попала на кожу Аргуса, и он мгновенно превратился в то, что искал долгие годы. Чистое золото. Крыса осталась в одиночестве. Во всем мире у нее не было никого. Но она не могла вернуться к обычным крысам. Ведь она стала разумной. Блин, такой классный крысионыш здесь нарисован. Посмотрите, мне такого жалко. Вообще, если говорить откровенно, крысы очень привязываются к людям. Очень. Они преданы. Они правда преданы. То есть, если они полюбили человека, ну вот, привязались к человеку, они испытывают тоску и грусть, когда теряются его хозяина. Так что, это все не шутки. А вот он и Аргус. Золотой Аргус. Да, вот что происходит, когда вы пытаетесь состязаться с матушкой природой. Сейчас это просто памятник гению. Увековечен в золоте. А мне знаете, что интересно? А внутри он живой? А внутри он все понимает? Или нет? Кстати, вижу куколку. То есть, снаружи-то он покрылся золотом, а внутри-то он остался живым? Или все-таки он, ну как бы, все, погиб? А вот и третья чешуйка. А вот он и ключ-крест. Так, что еще у нас с вами здесь есть? Что это было? Еще одна скрытая кукла? А что, кукол на локации может быть не одна, а две, три, пять, десять? Серьезно? Ну тогда я половину кукол пропустила. И о котятке вообще ни разу не отчаиваюсь. Ну пропустила, пропустила. Так, давайте заглянем в сцену с поиском предметов. Что мы здесь ищем? Мы здесь ищем некий зажим. Я вот не знаю, для галстука зажим или зажим для бумаг, но зажим написано. Дальше мы с вами ищем амулет скорпион. Видимо, мы его потом будем применять перед дверью с драконами, да? Но амулет скорпион закрашен голубым, значит, просто так мы его не найдем. Так, дальше мы с вами ищем гриб, термометр, елочный шар, кроличью лапку. Я, кстати, тоже есть кроличья лапка. Говорят, кроличьи лапки приносят удачу, котятки. Болт ищем, статуэтку, булавку, перец, карту и цветочную пыльцу. Так, ну что ж, давайте быстренько еще раз прочту и начнем поиск. Зажим, амулет скорпион, гриб, термометр, елочный шар, кроличью лапку, болт, статуэтку, булавку, перец, карту, цветочную пыльцу. Так, ну что, перец уже увидела, термометр увидела. Вот он термометр, который, судя по всему, либо в доме вешают, либо на улице. То есть ни градусник, ни термометр. Так, что еще, что еще? Болтик вижу. Вот это не цветочная пыльца? Нет, это не цветочная пыльца. А, кстати, у меня есть вот он цветочек. Я могу его схватить, но что делать с этим цветочком? Видимо, перемолоть в ступке с пестиком. Ну-ка. Да, перемолола лепестки роз и получила пыльцу. Отлично. Так, карту вижу. Карта была игральная, а не карта мира, как можно было подумать. Так, кроличью лапку вижу. Вот она, замечательная лапка. Так, говорят, кроличью лапку нужно носить с собой в сумке, чтобы у тебя сопутствовала удача. Но я с собой в сумке не ношу, кстати, надо бы поносить. Вот, но дома она у меня есть. Так, зажим, гриб, елочный шар, статуэтка и булавка. Так, вот, наверное, статуэтка. Отлично. Зажим, может быть, медицинский, вот этот котятки. Да. То есть зажим был не галстучный, не зажим для бумаг, а именно был зажим медицинский. Так, отлично. Елочный шар. О, я нашла скорпиона, кстати. Вот здесь вот пряталась. Я-то подумала, это елочный шар. Нет, это было что-то, видимо, типа пудреницы, типа шкатулочки какой-то. Так, это у нас что такое? Это какой-то амулет, да? Так, булавка, елочный шар, гриб. Где все это найти? Гриб, наверное, мухомор. Отлично. Так, ну и все, два предмета. Елочный шар, он вообще должен быть хорошо виден, по сути, да? Это что-то новогоднее, что-то блестящее, что-то яркое. Вот, наверное. Да, здорово. Ну и все, и булавочку осталось найти. Давайте с помощью совета, чтобы не терять время. Да, вот она была у нас с вами булавочка. Так, возможно, это пригодится. Ну да. Амулет скорпион, я знаю, куда применить. Так, здесь что у нас такое? Комплект для ремонта, я вернусь к созданию супер-щелкунчика, как только найду все необходимые инструменты. Мне, видимо, нужно будет что-то типа шила, что-то типа скальпеля, что-то типа молоточка какого-то, да? И я соберу комплект для супер-щелкунчика. О, я соберу ему рыцарские доспехи. Щелкунчик станет неуязвим, и мы с вами сможем уничтожить крысиного короля. О, слушайте, круто! Мне здесь нравится вот такой вот глобус. Я тоже уже себе присмотрела вот такой вот глобус. Возможно, сделаю себе такой новогодний подарок. Он большой, 32 сантиметра в диаметре, имеет подсветку вот такого же бежевого цвета. Он не особо дорогой, 3000 рублей всего лишь. Но вот я вот все стою на распутье, купить новую клавиатуру, либо купить себе на Новый год вот такой вот глобус. Прям у меня мечта иметь вот такой вот глобус. Поэтому хочу ее осуществить, мои дорогие котятки. Надеюсь, у меня это получится. Так, здесь у нас ничего нет. Вставить сюда совершенно нечего. Так, здесь что, где у нас было? Так, здесь надо будет как-то замкнуть наших замечательных крысок. Так, давайте вернемся тогда ко входу. Вот сюда вот. Потому что как минимум здесь я могу открыть бочонок. Получила кнопку кассового аппарата. Отлично. Сюда же могу установить амулет скорпиона. Хорошо. Так, возвращаемся в библиотеку. Устанавливаем кнопочку. Получили недостающую плитку с животным. Идем решать головоломку. Так, где она у меня была, этот головоломка? Подождите. Я, кстати, могу уже три чешуйки сюда, да, разместить? Тронный зал. О! Вау! Ладно. Крыс очень много. Слишком много для одного щелкунчика. Нужен творческий подход. Нужно чудо, чтобы эта армия поджала хвост. Или, возможно, немного магии. Действительно. Просто армия полчища крыс охраняет нашу дорогую принцессу Мэри. Ну, ничего. Мы справимся с этим полчищем крыс. И вообще никакие преграды нам не страшны. Так, здесь все завершили. В кружку, наверное, нужно будет набрать кислоту. Я так думаю. Зря же нам дали чашку. Нет. Нет, чашка не для этого. Так, ладно, хорошо. Так, идем решать головоломку с плиткой. Это у нас в подземелье, да, было? Так, подождите, я еще... Я еще на кухне что-то не доделала. Да, я еще что-то на кухне доделала. Да, сюда нужно было чашку разместить. Хорошо. Так, идем в подземелье. Ой, нет, не сюда. Подождите. Подождите. Вот оно же. Да, 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 да. Все правильно, все правильно, все правильно. Вот эту головоломку будем мы сейчас с вами решать. Так, мои дорогие котятки, читаем. Переместите плитки так, чтобы они соответствовали изображениям по краям доски. Нажимайте на плитку, чтобы перемещать плитки вокруг нее по часовой стрелке. То есть, да, сюда нужно будет подогнать все фиолетовые рисунки. Сюда нужно будет все красные. Сюда нужно будет все желтые, сюда все синие. Как решу головоломку, вернусь, мои дорогие котятки. Что, мои дорогие котятки, я вам могу сказать? Где-то эту головоломку я решала минут 20. В принципе, она не сложная, но там как бы даже логики просто никакой не прослеживается. И просто ты сидишь и пытаешься все фигурки подобрать в те места, в которых они должны были стоять. То здесь у нас с вами были фиолетовые символы. Здесь красные, здесь голубые, здесь желтые. А по центру крестом у нас с вами должны были быть зеленые морды быков. Ну, за 20 минут, в принципе, я смогла справиться с этой головоломкой. И даже получила достижение решите все головоломки без подсказок. Знаете, я прям счастлива, я не знаю, гордиться что ли собой, что я решаю головоломки без подсказок или еще что-нибудь. Но как бы головоломочка мне понравилась, котятки, она меня не расстроила. Так, что нам дали? Нам дали серебряную звезду, серебряную звезду. Помнить бы, где ее надо применить, серебряную звезду. Здесь у нас мышки с вами, да, трутся своими шкурками и создают электричество. Здесь что у нас с вами? Нет, здесь мне сказали, что нужно что-то в форме черепа. Так, здесь нам нужны будут инструменты, чтобы собрать доспехи для щелкунчика. Здесь нам ничего уже не нужно. Так, давайте на карту заглянем просто. Так, здесь доспехи для щелкунчика. Так, в библиотеке может быть что-то? Пропасть, пропасть, пропасть. А, сюда звезду, серьезно? Вау! Нам дали вторую часть сердца, и теперь мы можем восстановить вот этого дракона. О-хо-хо-хо! Мы открыли дракона, который скрывал своими крыльями злато-серебро. Посмотрите, сколько драгоценных высыпалось из него, из этого дракона. И у нас с вами появилась сцена с поиском предметов. Давайте, давайте заглянем в эту сцену с поиском предметов. Вау! Какое все золотое, какое все красивое. Как много здесь объектов. О-о-о! Как бы нам здесь найти то, что нам необходимо. Это нож, яйцо, фонарик, браслет, змея, цифра 4, бабочка, глобус, кольцо, открытые наручники, трубка, саксофон и палитра. Причем открытые наручники, цифру 4 мы просто так с вами не найдем. Нужно будет что-то сделать. Например, вот я вижу наручники, и, видимо, нам от этих наручников нужен ключик. Итак, ищем нож, яйцо, фонарик, браслет, змею, бабочку, цифра 4, глобус, кольцо, открытые наручники, трубка, саксофон и палитра. Так, ну давайте, давайте искать то, что я уже, в принципе, где-то там успела заметить. Так, это что у нас такое? Нет, это нам не подходит. Ребятов очень много, я даже не понимаю, как нам здесь с вами удастся что-либо найти. Так, трубку вижу. Ну, это не глобус, да, я думала, это глобус. Опять где-то здесь прячется столь желанный мне глобус. Так, палитру вижу. Так, это что? Это елочная игрушка. Может, вот этот глобус такой, видите, сделанный из золота и украшен драгоценными камнями? Да, да, да. Это был он. Так, вот это у нас не нож случайно? Да, это был нож. Прекрасно. Так, фонарик, браслет, змея, бабочка, саксофон. Саксофон. Ну, это не саксофон точно. Так, чего-то не хватает, чтобы получить нужный мне номер. Номер 4 такой неуловимый. Может быть, помадой нарисовать или пудру нанести на зеркало. Ну, что-то такое, котятки, чтобы проявилась цифра 4. Нам, по крайней мере, об этом подсказывает главная героиня. Так, браслет змею нашла. А, это у нас не ключик? Так, это что такое? А, вот он ключик. Отлично. Получили открытые наручники. И осталось три предмета. Это фонарик, решить, как найти цифру 4 и саксофон. Так, вижу саксофон. Так, ну и осталось найти фонарик. И каким-то образом раздобыть цифру 4. Так, фонарик вижу. Ну и цифру 4, чтобы найти, я по воспользуюсь подсказкой. А, здесь уже у нас с вами на зеркале была палочка. И достаточно поднести к этой палочке римскую цифру 5, чтобы получить 4. Здорово. Слушайте, а я думала, надо будет на зеркале нарисовать там помады или пудры, да, или как-то каким-то образом проявить эту цифру. Мне дали кольцо в форме черепа. А мы его, по-моему, кстати-ка, должны применить в подземелье внизу, если я не ошибаюсь, котятки. У нас там с вами была какая-то шкатулка. Да, это вот там вот, где мышки бегают, котятки. И нам сказали, нужна фигурка в форме черепа. Ну-ка. Да, да. Я получила красную чашку. Ну, красную чашку-то мы уж с вами знаем, где использовать. Ее нужно будет использовать на кухоньке, котятке. Открыть вот эту дверь. Что же прячет эта дверь? Головоломочка. Установите все предметы чайного сервиза в правильном порядке. Нажимайте на два предмета, чтобы поменять их местами. Обратите внимание, что менять можно только предметы одинакового вида. То есть, я могу поменять чашки, да? Но я не могу поменять пиалки. Так, что ли, получается? Но по цвету могу это все поменять, да? Прикольно. Слушайте. Это любопытно. Так, поменяем тогда тарелки. Так, что еще можно сюда пододвинуть? Можно сюда вот красную чашу, чтобы ее сразу на место поставить. Отлично. Так, сюда давайте... Ага, подождите, еще... Нет. Вот так вот давайте сделаем. Тогда я смогу поменять... Сюда поставить нужную мне тарелку. А, сначала дать синюю все-таки на место поставим. Ага, не поменяешь. Значит, чашку. И вот так. Хорошо, хорошо. Что-то сделали. Так, сюда мне нужна будет синяя чашка. Значит, мы сделаем это вот так. Так, и что неправильно? А, здесь должны быть пиалки. Все, поняла. Здесь пиалки, здесь чашки, здесь тарелки. Но это мы сейчас быстро исправим. Я вот на эти символы не обратила внимания. Смотрите, здесь должны быть пиалки, здесь чашки, здесь тарелки. Соответственно, здесь все красное, здесь все синее, здесь все желтое, все зеленое. По цветам я правильно собрала, а вот по сервизам неправильно. Так, ну это все легко мы сейчас исправим. Мы же уже по цветам разложили, так что... Отлично. Так, и что мы там видим? Еще одна сцена с поиском предметов, мои дорогие котятки. Итак, что же мы здесь с вами будем искать? Мы здесь с вами будем искать голубой кусочек пирога. То есть кусочек пирога мы, видимо, будем отрезать от большого пирога. Вот я, по крайней мере, вижу большой пирог. Дальше мы будем здесь искать зеркало. Я, кстати, вижу зеркало, вот оно. Бусы будем искать, флюгера. Флюгер, точнее, котенка, вижу, кстати, котенка. Шляпу будем искать, вот оно. Веник будем искать. Нашла. Катушку ниток. Печенье тоже выделено голубым, где-то, видимо, спрятано. Очки, лист и леденец. Леденец, кстати, тоже вижу. Итак, давайте посмотрим, что же нам с вами осталось. Кстати, очки нашла сразу же. А вот он и флюгер. Ой, да здорово, я и нож нашла. Сейчас получим кусочек пирога. Ой, как замечательно. А вот он и катушка ниток. Ой, флайфикити, прям молодец. А бусы у нас, случайно, не из баранок сделаны, не из сушек? Нет. Так, печенье, наверное, нам нужно будет сделать, да. Мне нужно будет заполнить форму для печенья. Вот я вижу форму, а вот вижу тесто. Давайте получим печенье. Отлично. Мы с вами получили пряничного человечка. Как в одной из игр на моем канале. В частности, про братьев Клаус. Так, ну и что? Осталось нам с вами найти бусы и лист. Лист я уже вижу. Как правило, лист всегда кленовый в играх в сцене с поиском предметов. А вот они бусы. Мы с вами нашли флюгер. Может быть, флюгером замкнуть вот этих бегущих мышей, котятки? Как вы думаете? Где у нас мыши-то бегали? Нет, это было не здесь явно. Где у нас бегали мыши? Подвале, что ли? Так, ну-ка попробуем, давайте, замкнуть. Да, все отлично. Вот так, прекрасная работа. Да, я замкнула бег мышей. Получила скальпель. Так, здесь что такое? Крыса со своим разумом жаждала власти. Сначала к ней присоединились немногие, а потом еще и еще. Вскоре под ее командованием оказалась целая армия. О новом крысином короле предупредили королевскую семью. Гарон позвал знаменитого крысолова из Гамильна, чтобы тот увел армию от ее безумного командующего. Но король и его приближенные недооценили крысиного короля. Он обратил крысолова в детскую игрушку. Казалось, никто уже не сможет остановить крысиного короля. Крысиный король, вы посмотрите, что творит он всех. Своим жезлом обращает в игрушек. Всех, абсолютно. Крытия слишком толстая, не перепилить. Нужно найти что-то типа кислоты. Да, я как бы знаю, где находится кислота, но я не соображаю, во что можно набрать эту кислоту, котятки. Я не могу дотянуться до клетки, но я точно знаю, кто может. Ну-ка, мистер котенок, давай, вперед. Нет, ну по сути котятки я тоже могла так сделать, что мне мешало. Так, я получила амулет паука. Я получила амулет паука. Это мы, значит, применим с вами вот здесь вот, перед вратами в тронный зал. Может, сейчас как раз кружку дадут или чашку. О, отлично, каменный поднос. Вот теперь-то я смогу налить кислоту. Наполнить поднос кислотой. Или все-таки это тоже неверное решение. Он же каменный, он же не растворится. Нет, он не растворится. Все, отлично. Значит, теперь мы с вами идем в подвал. И растворяем кислотой прутики. Так что это нам даст интерес. Так, мы с вами получили флейту. Больше похоже, кстати, на кларнет, котятки. И получили еще одну скрытую куклу. Вот так вот, вот так вот. Еще пять кукол где-то, котятки, мои дорогие, остались. Но, думаю, я их уже давным-давно пропустила. Так, а что мне флейтой? Флейтой, может быть, с помощью флейты мне разогнать ту крысиную толпу? Такое же может быть, котята? Ведь у нас крысолов. Он же с помощью дудочки разгоняет крыс. Может быть, и нам? Крысы боятся звука флейты, котятки. Это еще что такое? Подожди, я не могу отправить туда своего друга, щелкунчика. Щелкунчик готов сразиться с крысиным королем, но у него нет оружия. А все, мы пойдем сейчас собирать доспехи щелкунчику и отправлять его на бой? Серьезно? Здорово, слушайте. Так, ну-ка где? Куда, куда? Где-то у нас внизу, да? В подвале у нас находится эта мастерская, по-моему, вот здесь вот. Ну-ка, давайте. Развесим нужные нам инструменты. Скальпель, отверточка и молоточек. И мы можем собирать доспехи. Нет? Я внусь в создание суперщелкунчика, как только найду все необходимые инструменты. А у меня же есть. А что еще не хватает? А что еще не хватает? Ну-ка, совет. А, поместите щелкунчика на панель в мастерской по ремонту игрушек в комнате алхимик. А, ну да, щелкунчика не хватает, котятки. Мы же все-таки на щелкунчика шьем костюмчик. Теперь я могу сделать щелкунчика настоящим рыцарем в сияющих доспехах. Отлично. Доспехи должны быть заклепками. А, ну все хорошо. Заклепки надо брать, что ли? Или заклепки надо применить на наспехах? Не понимаю. Не понимаю, что нужно сделать. А, раздеть щелкунчика? И руку, да, получается теперь приделать? Успехи должны быть заклепками. Сначала заклепку, что ли? Я не понимаю, что мне нужно делать. А, по-всякому крутить щелкунчика, надо его разобрать. Так, ну давайте. А, нет, сначала торс. Сейчас повернем. Так, это спинка или у нас перед? Это, наверное, и спинка, и перед. Разницы нет. А как? Отлично. Прибили. Мы сейчас с вами закуем щелкунчика в доспехе, котятки. А, ногу может быть сначала. Так, сразу же приделываем. Отлично. Это так круто. Такая крутая, ну как бы, головоломка, котятки. Это такой интересный поворот сюжета. Но сейчас он станет просто неуязвимым, щелкунчик. И вот теперь он точно готов сразиться с крысиным королем и спасти свою прекрасную мэри. Собрать доспехи для щелкунчика. Еще бы понимать бы, где все эти достижения смотреть, котятки. Мне кажется, это все надо в меню смотреть. То есть, где-то в меню, возможно, есть вкладка достижения. Не так, как в игре братья Клаус, да, вот здесь вот прям. А где-то вот именно в начале игры. Ну, это я потом все с вами посмотрю. Так, ну что, идемте, идемте сражаться с крысиным королем. Щелкунчик, давайте. Я верю в тебя, щелкунчик. Теперь на тебя не должна действовать его магия. Мне, конечно, крыса жалко, но... Класс. Да. Нет, 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 доспехи выдержат. Он над щитом отразил магию и вернул ее крысиному королю. Крысиный король побежден. Принцесса Мари освобождена. Но проклятье еще не разрушено. Помните, все началось в рождественском зале. Ай, как клево, котятки. У меня такие мурашки сейчас по коже бегут. Боже мой. Я должна сейчас, получается, щелкунчикой Мари поместить под елочку. Чтобы снять проклятие, мои милые. Кстати, нашла куклу. Теперь, когда грызуна настигла возмездие, я могу вернуться в рождественский зал и разрушить проклятие раз и навсегда. Да, царствование крысиного короля закончилось. Теперь, чтобы снять проклятие, нужно вернуться в рождественский зал. Ой, я прям в предвкушении, котятки. Что мы сейчас с вами увидим? Сейчас будет какое-то волшебство у нас с вами. Явно происходить. Давайте вернемся. Не торопясь, медленно, как бы прощаясь с локациями этой игры. Потому что больше уже мы сюда, наверное, не вернемся. Хотя, если в этой игре есть бонусный глава, возможно, нас и будут куда-то сюда возвращать. Вот в эти вот локации. Красиво. Красиво. Все оформлено очень красиво. Посмотрите. Уютно. Звуки какие в этой игре, да, замечательные. А здесь падает снег. У домика. Умиротворение прям наступает. А здесь в камине пылает огонь. За окном смотрит на нас сова. Очень уютная, очень волшебная игра. И давайте все-таки уже возвращаться в рождественский зал. Место для щелкунчика. Знаете, такого усовершенствованного щелкунчика. И вот для принцессы. Ну что? Мне нужно просто использовать волшебную палочку. Наша героиня положила на место щелкунчика и куклу прежде, чем часы пробили полночь. Немного магии Рождества и игрушки исчезли. На их месте оказались Альберт и его возлюбленные Мари. Оооо, как классно, котятки! Наконец-то вместе, как принц и принцесса из волшебных сказок, они жили долго, счастливо. Посмотрите, какая красивая картина. Какая прекрасная, прелестная, рожеволосая, зеленоглазая принцесса Мари. Какой милый у нас принц. Ты еще успеешь на бал. Гости здесь и праздник в самом разгаре. Рождество бывает только раз в году. И кто знает, что произойдет в следующий раз. Да, мои дорогие котятки, все-таки я побывала на рождественском балу в Королевском дворце, где танцуют женщины в шикарных платьях, где устроили праздничный новогодний салют. Боже, я не могу просто сдержать слез от того, какой финал у этой игры, котятки. Это здорово. Это просто здорово, котятки. Я правда рыдаю, вот без шуток. Если бы у меня была камера, вы бы, наверное, заметили мои слезы. А посмотрите, сколько здесь котяток разных на сцене. Я хочу всех этих котяток к себе домой. Хотя бы их фигурки, котятки. Интересно, продают ли фигурки вот этих котят из игр Рождественской истории? А может, всех этих котят мы будем с вами встречать в будущем в других частях игры? Почему здесь так много разных котят? В любом случае, мои дорогие котятки, что я вам могу сказать? Игра Рождественской истории Щелкунчик пройдена. Я невероятно рада этому событию. Я хочу поблагодарить своего подписчика и своего зрителя о том, что он мне посоветовал пройти эту игру. Она действительно очень интересная. Хоть и головоломки многие в этой игре для меня оказались сложными, но я все-таки смогла их преодолеть. Прошла без какой-либо помощи, без каких-либо пропусков. И впечатления у меня в душе только самые-самые новогодние. Я думаю, у вас, мои дорогие котятки, тоже. Поздравляем, вы прошли игру, теперь вы можете сыграть бонусную игру. Да, может быть, когда-нибудь, мои дорогие котятки. Ну-ка, подождите, давайте в достижения заглянем, может быть, здесь я что-то увижу. Королевский рыцарь, вооружите щелкунчиком. А, ну да, посмотрите, здесь какие-то достижения, которые я получала, видимо. Судя по всему. А как узнать, что я недополучила? Есть тут такие? Или я все получила, я настолько прям крутой игрок, прям вообще мастер прохождения таких игр. Достижения, игра, опции, авторы, бонусный контент. А что с бонусным контентом? А, бонусная глава как раз-таки здесь, обои, концепт, арт, музыка, видео, пещера кошки. Не знаю, что такое пещера кошки, а еще скринсейеры, кстати, какой-то можем мы с вами скачать и установить на свой компьютер. Интересная игра, интересные здесь, ну, как бы вот такие вот объекты типа куколок, да, какие-то достижения сделаны. Ты прям чувствуешь, как будто играешь в какую-то большую игру, и вот тебя подначивают, подначивают проходить, продолжать, не бросать. Ой, в любом случае, мои дорогие котятки, я нас всех поздравляю с прохождением этой игры, поздравляю нас всех с праздниками новогодними, желаю вам новогоднего настроения, желаю вам здоровья, желаю вам и вашим семьям благополучия. Пусть все у вас у всех будет хорошо. Я искренне верю, что все просто будет у нас с вами у всех замечательно. Да, это будет самый прекрасный Новый год и самые прекрасные новогодние праздники. Ну что, мои дорогие котятки, на этом я с вами буду прощаться со всеми. До новых встреч. Новая встреча наступит уже совсем скоро, так что ожидайте, потирайте свои ладошки. В ожидании, также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажимайте на значок колокольчик, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Ставьте мне лайки и пишите мне комментарии, мне будет очень и очень приятно. А на этом я со всеми вами прощаюсь, до новых встреч. Как всегда, рекомендую вам смотреть только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу.